Даже по ключевой реформе, которую правительство, коалиция обещают провести уже в году, пенсионной, в парламенте голоса собрать будет очень тяжело. Не поддержит ее, по крайней мере, в том виде, в котором обсуждают политики, еще и оппозиционный блок, и десятки других депутатов. В том числе, наверняка, и в коалиции. Особенно мажоритарщики. Это те, кто непосредственно зависит ведь от настроения избирателей. Но и не проводить реформу невозможно. Вдумайтесь, пенсионеров у нас 12 миллионов человек. Пенсии самые низкие в Европе. Эту ситуацию точно надо менять, но вот как? Продолжит тему Елена Митясова. Работать всю жизнь, а выйдя на пенсию стать нищим, отдавать все за коммуналку и собирать бутылки, чтобы купить хлеба. В таких реалиях живет большая часть украинских пенсионеров. И не имеет значения, у них десятки лет трудового стажа или ни одного рабочего дня. В Украине 12 миллионов пенсионеров, и большинство из них получает минимальную пенсию – 1300 гривен. Прожить на эти деньги – еще та задача. Поэтому для Раисы Зайдич каждый день – это борьба за выживание. Жить же не за что. Поэтому надо где-то искать дополнительные заработки. Приходится подрабатывать уборщицей, хотя за плечами у женщины и высшее образование, и стаж – 35 лет. Я бы не сказала, что мы много уборщиц получают за наш труд. Едем мы самой первой электричкой метро. И я хочу сказать, что в основном одни пенсионерки едут. На другую работу нас просто не возьмут. Уборщицы, консьержки, сторожа, посудомойки. Эту рабочую армию пополняют именно пенсионеры. Те, кому продавать нечего. Безхозяйства и огорода уже бы по миру пошла, говорит Любовь Викторовна. Женщина каждый день едет в столицу из Мироновки. 100 километров только в одну сторону. Заработанных денег еле хватает. Зачастую приходится выбирать или коммуналка, или лекарства. У Людмилы Семенида дела вроде бы обстоят получше. За 72 года стажа. И благодаря чернобыльской надбавке заработала хорошую пенсию. 4 тысячи ежемесячно. Но без субсидий выходят те же полторы тысячи. Все, что остается после коммунальных платежей. А дальше сплошная экономия. Я с утра иду по базарам, выискиваю, где бы дешевле купить. Где уцененка, где акции. Это что? А подметки? Я ж ни в чем не покупаю обуви. Это ж невозможно пойти купить за 2-3 тысячи. Но кто-то не получает даже положенного по закону. Легенда украинского телевидения. Оператор Анатолий Мартыненко. Именно его глазами Мир увидел аварию на ЧАЭС. Он снимал горящий четвертый энергоблок. Благодарность получил войну с пенсионным фондом. Ведомство, несмотря на решения судов, отказывается выплачивать оператору чернобыльскую пенсию в полном объеме. У государства нет денег. Из положенных 11 тысяч в Артыненко получает только треть. Долг пенсионного фонда перед ним уже вырос до 100 тысяч гривен. Помочь инвалиду-пенсионеру не в силах даже госисполнители. Я выброшен государством на обочину дороги и предоставлен сам себе на выживание. Я даже, когда не хватало у меня на лечение деньги, мне стыдно и сейчас признаться, я даже выходил перед супермаркетом и попрошайничал, просил денег. А все потому, что в пенсионном фонде огромная финансовая брешь – 142 миллиарда гривен. Подлатать ее должна пенсионная реформа. А для этого в правительстве хотят изменить саму систему. Как именно? Сколько будут получать украинские пенсионеры? Исчезнет ли уравниловка? И будет ли государство выплачивать обещанное? Пробежащий вот оно? AMAZ ТВ